Всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька и сегодня записываю очередной видосик по бездонатику. Сегодня у нас скидочки в гараже, это значит, что долгожданно, долгожданно всё у нас доходит до МПК моего фреза. Все, кто видели, все, кто знает, что у меня здесь уже комплектик с Хантера фрезом уже давно куплен. И даже таки фризик у меня уже прокачан на 5 шажков. Сегодня таки я его докачаю до 10 шага, и это значит, что фриз на этом аккаунтике у нас будет М3 на звании 5 воренте. Все, кто только что заметил, то да, я поднял звание вчера на стриме. Не получилось у меня записать ролик и записать таки это всё на видео, приурочить это именно к новой серии. Поэтому я просто сообщаю эту информацию в данном видео. И сегодня мы прокачаем таки мой фризик М2 до М3, как я уже и сказал, и попробуем, потестим его где-нибудь в какой-нибудь каточке в матчмейкинге. Думаю, получится интересно, ну а прокачки уже начинаются, и посмотрим, хватит ли мне вообще сегодня кристалла. Так, на 9 шаг я сегодня ставлю, на 10 у меня, я так понял, не получается. Значит, я чересчур сильно перегнулся, в плане того, что фризик у меня будет М3, но в принципе 9 или 10 шагов. Сути не меняют, фриз у меня докачанный, можно так сказать, будет. Через какое-то время уже будет 9 шаг, ну и в принципе на 10 я поставлю совсем скоро. Возможно таки даже и на этих скидочках ещё успею докачать, а может и нет. Посмотрим, как у нас всё будет. Смака у меня тут тоже уже до М2 качено. Будем ждать определённого звания, именно подполковника, чтобы его приобрести. Ну а что касается данного аккаунта, в принципе, пока я сейчас буду заходить в матчмейкинг, расскажу о том, что безусловно я буду покупать здесь новый комплектик. И что касается комплекта, то скорее всего я буду выбирать себе что-то связанное с пушкой Гром, либо Твинс. Но, безусловно, для этого всего дела нужны кристаллы, но в данное время у меня их пока не имеется. Поэтому на то время, когда у меня уже будет иметься определённая сумма, где-то 200 тысяч кристаллов мне будет необходимо для покупки нового комплекта. Посмотрим, какое у меня звание будет в это время. И, в принципе, тот комплект, который у нас будет в гараже на это время, я думаю, его таки я и приобрету. Но остановлюсь я, конечно же, на двух комплектах. Один комплект у нас вот такой вот, как раз таки попадается против Дикогром М2, открывающийся с младшего лейтенанта. Младший лейтенант, это у нас уже следующее звание. Ну и комплектик Викинга Твинс, который у нас открывается с лейтенантой, если я не ошибаюсь. Тоже очень хороший комплект. И именно таки вот на этих двух комплектах я останавливаюсь. И какой-то из этих двух я точно себе приобрету на данный аккаунт. Ну а сегодня таки вот так вот быстренько потестим. Посмотрим вообще, насколько жестко нагибает почти фуловый фриз М3. Безусловно, данная карта не является самой лучшей для данной пушки. Но попробуем таки вот сейчас этих двух парней нагнуть по бырику. Быстро успеваю сливать, но он сумничтожается. Флажочек ладно, скину, ребята, пусть потащат. Хотя можно было самому ставить. Такой вот, можно таки сказать, летсплейчик сегодня у нас получится. Скатаем вот такой боёчек. Не знаю, попытаемся его выиграть. Выиграем или нет. Что же хотел ещё, в принципе, рассказать по пиздонату. Безусловно, для прокачки модулей Мне необходимо тоже большее звание. И я, скорее всего, после покупки комплектов здесь буду тоже покупать модули. Скорее всего, это будет М2 модификация. Почему именно М2 и почему, зачем вообще, в принципе, я буду покупать модули М2. Скажу, в принципе, просто. Просто есть смысл в этом именно для меня, так как до звания маршала я точно дойду не скоро. Поэтому покупка модулей определённо здесь будет необходима. Какие модули я, в принципе, собираюсь покупать, я ещё пока не знаю. Всё это я буду рассказывать в следующих видео. Поэтому, если вам интересно, следите за данной рубрикой. Если я не ошибаюсь, то это у нас уже 12 серия. Довольно-таки давно я уже начал её снимать. И вот так вот как-то она у меня идёт, можно так сказать. Ну, а в каточке мы сейчас уже будем сливать. Поэтому я думаю, что всё-таки, раз я играю на своём фризе, пойду-ка я сейчас нарез противник и попытаюсь что-то там, что-нибудь там сделать. Вообще, в принципе, ну, конечно, к ребятам таким опасным забрасывают, которые уже имеют хорошие комплекты в своём вооружении. И дико гром, и дико рикошет М2. Это, безусловно, тяжело выигрывается. Ну, а в матчмейкинге теперь даже и с битв, в которых ты проигрываешь, даже можно при таких даже битвах, можно неплохо подзаработать кристаллов. Поэтому, по большей части, победа уже не так сильно решает в данных битвах. По большей части, решает уже твой личный скилл. Насколько ты много сможешь набить опыта в бою, именно от этого количества будет зависеть твой конечный итог, конечный твой приз. Ну, и я думаю, что с этой каточки можно таки даже на таком звании, вообще, в принципе, во всех картах матчмейкинга, даже на таком звании можно неплохо таки зарабатывать. Ну, а сейчас так вообще супер у нас в игре. Х2 фондики, соточку мне не хочет парниша раздавать, поэтому фармить кристаллы довольно таки легко. Если бы у меня еще на этом аккаунте была бы премочка, то я думаю, этот таки фарм был бы намного круче, намного больше можно было бы подзаработать. Ну, а, конечно, есть только в премке на моем без доната один минус, то, что звание при этом тоже будет расти быстрее, поэтому, как бы, с одной стороны, хорошо, что у меня нету данного према аккаунта, ну, а с другой стороны, лучше бы, конечно, он был бы здесь. Что касается катки, мы уже отыграли половину и сливаем уже в 10 очков, не такой большой отрыв, еще постараться сократить его можно, но это, безусловно, очень тяжело, так как против играют уже ребята с М2 прокачками, возможно, даже у кого-то они почти М3, вот как, например, у данного Дика Грома, Гром уже качан на 8 шажков, поэтому против таких ребят намного тяжелее играть, намного тяжелее таких выигрывать. Если бы, конечно, за нас тоже такие опасные ребята играли, это все можно было бы выигрывать намного проще, но при таких раскладах все это получается очень-таки тяжело, очень-таки сложно, но даже при этом я ставлю еще один флажочек, сливают трех-четырех противников с флага и фриз, конечно, показывает себя пока с лучшей стороны даже на такой карте. Что касается игры вообще, в принципе, у меня здесь имеется только две пушки, а это именно две пушки с комплектов, первый комплект у нас был здесь куплен в Аспасмокс, Маку я сделал М2, то есть М1 фулл прокачки, извиняюсь. Ну а фризик вот сейчас у нас таки в этом видео, в этот день я его и вкачал почти до М3, можно таки сказать, 9 из 10 шагов у нас будет, в дальнейшем я этот 10 шажочек поставлю, прокачаю, возможно, даже об этом сообщу в каком-нибудь новом ролике, ролике именно по бездонатику, против вообще играет сейчас Вика Фриз на старшем лейтенанте, Фриз у него почти качан до М3, ну и вот можно заметить такую вот разницу, огромнейшую у парня, уже плюс 4 звания и у него прокачка фриза имеется такая же, как у меня. Безусловно, у него куплен еще какой-то комплектик, но что касается пушки, она прокачана у него так же сама. Безусловно, корпусов у меня на этом аккаунте нет вообще прокачанных в принципе и на то есть своя причина, свой аргумент, почему же я до сих пор не прокачал ни один корпус, так в принципе, что я думаю по данному поводу, так это в этом нет определенного смысла, смысл прокачки, например, того же Хантера или ВАЗ по М1 до М2. Если же я себе смогу приобрести комплектик с тем же, например, либо Диктатором, либо Викингом М2 и уже сделать его до М3. По моему мнению, это прокачка М1 корпусов, это лишняя трата кристаллов и на этом наоборот можно сэкономить, прокачивая только пушки. По сути, корпуса не так сильно такие и нужны, в таких вот катках, в таких вообще прокачках в принципе аккаунта, поэтому в этом можно обойтись и в принципе нагибать спокойно и без этого. Что касается у меня тут заданочки к заданочке, у меня в ЦП каточка потихоньку подходит к концу, ну и наверное я буду тоже заканчивать на этом данный ролик, мы ее проиграем, но это в принципе ничего страшного. Сейчас у нас быстро бой доиграется, можно так сказать. Ну, закончится конечно же полторы минутки, либо 7 килов противника, выиграть мне его как ни странно не удалось, все-таки ребята против оказались более прокаченные, более МПК шнутые, но у меня ребятки все-таки не захотели так жестко играть, не захотели стараться выигрывать, поэтому таки я ухожу из этой каточки проигравшим. Так, сейчас мы сменим чуть-чуть модуль, мой, все-таки там от рельсы было, в общем и целом в будущем мне пригодится это. Ну а данная каточка и данное видео у нас подходит к концу. Если вам понравился данный ролик, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВК, комментируйте также данную запись, потому что по вашим комментариям я буду выбирать победителей на золотые ящички и контейнеры. Ну а на этом все, спасибо ребят, что смотрели. Пока ребят.